Дорогие друзья, всем привет! Это WineLeaks. Сегодня такой уже традиционный формат. Мы вошли во вкус. Домашняя студия. Оцениваем белое вино. Сегодня у нас в рубрике 50 оценок белого. Оценка номер 12. Мы сегодня оцениваем австралийский бленд или ассамбляж. Вино, которое называется Hermit Crab. Если перевести, такой рак-отшельник из региона Макларенвайл. Это Южная Австралия, верх штата. И, соответственно, это бленд двух сортов Вианье и Марсан. 2016 год от винодельни Дарнберг. Вначале, наверное, буквально два слова относительно сортов Вианье и Марсан. Оба сорта родом из Франции, из региона Долина Рона. Если не ошибаюсь, это северная часть Долина Рона. Вианье славится тем, что это сорт насыщенный, яркий. Считается, что он капризный. Но он дает ароматику, он дает насыщенность. Это сорт, который относится к категории полнотелых сортов. И в ароматике чувствуются цитрусовые, в ароматике чувствуются сливки, абрикос, может быть, персик. Марсан также относится к категории белых сортов. Произрастает также в Долине Рона. Но, может быть, в отличие от Вианье, он не обладает такой достаточной ароматикой. Но при этом он хорошо держит текстуру. И его традиционные виноделы и во Франции, уже дальше, соответственно, эти оба сорта, как-то, на удивление, хорошо прижились в Новом Свете и в Соединенных Штатах, и в Австралии. И очень хорошо чувствует себя в сочетании, собственно говоря, в блендовом исполнении, в ассамбляже. Конкретно в нашем случае, да, стоит еще заметить, что Вианье также принято, ну или, по крайней мере, если идет какой-то процесс над созданием вина, также принято выдерживать в дубовых бочках. Ну и вот, в частности, например, в нашем сегодня с вами образце Вианье Марсан, 72%, ну, согласно этикетке, это сорт Вианье, 28, соответственно, Марсан, и до 15% Вианье выдерживалось в старых бочках из французского дуба, да, что, собственно, призвано добавлять определенную яркость, полнотелость и ароматику этому вину. Ну и, наверное, еще буквально перед тем, как мы приступим к дегустации, собственно говоря, чем известна эта винодельня, она действительно известна и винодельня, если вы именитая винодельня, вот здесь вот несколько золотых медалей 2018 года, 2017 года, вот, если вы заглянете на сайт, который, да, сейчас строчка, соответственно, на экране вы видите, там достаточно много всяких именитых публикаций, и также эта винодельня известна тем, что у них такая вот очень интересная конструкция, да, что ли, дегустационного центра, да, это вот такая кубическая конструкция, которая, ну, в общем, сама по себе очень интересная, такая современная, модернистская, и уже, насколько я знаю, даже появились какие-то копии в винодельческих регионах Соединенных Штатов, то есть достаточно все круто. Это, на самом деле, регион, который буквально там в часе езды от столицы штата Южной Австралии от Далаиду находится, так что будете в Австралии, обязательно заезжайте в Далаиду, берите машинку и посетите этот регион, обязательно посетите эту винодельню. Ну, что ж, давайте по нашему традиционному списку, опять же, обычно я вывожу на экран, который нам предлагает винная школа Энотрия, традиционный привет Александру Рассадкину, помните, да, глаз, нос, рот. Ну, на глаз, опять же, не знаю, там камера передает это ощущение или нет, для меня это чистовая, но скорее такой вот уже с каким-то матовым оттенком, цвет такой золотистый, ну, вот, я немножко сомневался, соломенно-золотистый, но вот такой золотистый, и там какие-то даже зеленоватые оттеночки присутствуют. Чистая, да, то есть тут никаких непримесей, ничего, и, в принципе, ощущается маслянистость, то есть вот если вы так вот покрутите, поболтаете вино, да, то вот будут поступать, так называемые, вот эти вот маслянистые ножки, да, ну, это, собственно говоря, вот эта вот сливочность, которая присуща сорту. Ароматика носа чистый, интенсивность, ну, знаете, наверное, после Гивитстроменера, честно говоря, все остальные сорта, да, все остальные вина по интенсивности будут казаться, там, средними, средними плюс, средними минус, но для меня, наверное, все-таки средний плюс, потому что, если спорный Гивитстроменер, то, конечно, интенсивность ниже, но если сравнивать с ферментином, то, конечно, более насыщенная такая, да, вот ароматика. Что чувствую? Опять же, да, вот все очень индивидуально, мой нос чувствует персик, мой нос учувствовал ваниль и вот прям реально вот масло, да, вот вкусное наше там вологодское масло, когда масленка там открыта, да, вот прям вот ощущение, что вот этот вот вкус масла присутствует. Давайте попробуем. Вино сухое, крепость, насколько я понимаю, здесь 13,5, алкоголь как-то сразу чувствуется, что он там чуть выше, условно говоря, да, там чем в таких классических сухих винах. Кислотность также, наверное, все-таки средняя, потому что если сравнивать с таким классическим, вот а-ля Пипи Душа, да, ну, в зеландским сувиньоном, где вот прям кислотность забивается, здесь она все-таки, наверное, средняя, ну, может быть, средняя плюс, да, потому что все-таки немножко как-то вот уходит туда, да, вот по полости рта. Тело среднее, ну, то есть, в общем, да, это все-таки нелегкое такое полнотелое вино. И уже здесь на вкус однозначно сливки, вот прямо сливочное масло, персик, какие-то вот цитрусовые, пока точно не могу там точно сформулировать, но вот там цитрус присутствует. И на второй-третий нос уже, знаете, как-то проявляется аромат роза. Послевкусие скорее среднее, то есть, в принципе, оно там задерживается, но там не очень, может быть, долго, не очень сильно. Но, может быть, это просто специфика все-таки белых, белых вин. Условно говоря, для чего и как бы я видел применение этого вина, да, то есть, это вино однозначно интересное, вино, ну, не знаю, утонченное или неутонченное, но просто в силу того, что здесь все-таки основа – это вионья, и вионья – это реально очень интересный, тонкий сорт, его интересно изучать, поэтому, ну, для меня это такое вино, наверное, все-таки интеллектуальное. С ним интересно, его интересно смотреть, его интересно ощущать, его интересно изучать в процессе, да, то есть, вот, условно говоря, пришли на какую-то интеллектуальную встречу с друзьями допустим да и вот открыли и начали так по глоточку да вот по чуть-чуть прямо какие-то новые там нотки для себя открывать то есть она реально вот открывается она интересно она глубокая стоимость этого вина но на самом деле я это приобрел в ленте в супермаркете лента если не ошибаюсь 1260 рублей но в соединенных штатах а 9 позиционируется как вино от 18 до 22 долларов то есть там среднем примерно 20 долларов это ну примерно те же самые там 2200 1300 1400 рублей за бутылку то есть в общем цена вполне адекватная вполне нормальная и традиционно наверное буквально несколько слов импортер этого вина компания ford сейчас я переключаюсь помните да что мне теперь вот как на первом канале у ведущего есть компьютеры всегда могу соответственно заглянуть в интернет и какие-то подскажки посмотреть соответственно да также забегая вперед хочу сказать что начиная с этого выпуска мне будут более такие подробные подробные описания с разными ссылками в моем youtube канале помните да что все видео я выкладываю сначала в youtube потом это транслируется в социальных сетях поэтому сейчас бонусом для вас если хотите скачать вот собственно говоря такую буклетик да где подробно расписано на методологии дегустации вина и такая вот матрица разных ароматов в красивом удобном пдф формате это можно сделать если вы перейдете по этому видео в мой youtube увидите комментарии и собственно в описании одна из ссылочек она будет вести на пиде в страничку на моем сайте вайн x ну и буквально несколько слов относительно импортера как и сказал эта компания ford wine ну компания на самом деле очень уважаемая давно присутствует россия забегая вперед да хочу сказать что я брал когда работал на соло итальяну браун тури у представителей этой компании побывал на их стенде у них очень интересный ассортимент и вина и крепкие напитки у них очень хорошо представлена дегустационные заметки виде таких интересных посадочных страниц ну вот к слову сказать да что вот они например описывают на своем сайте про органолептику конкретно вот этого вина до хермен краб букет щедрый выразительный с нотами абрикоса угадали персика груши но вот грушу я не прочувствовал но верим со временем раскрываются нюансы апельсиновых цветов полнотелая плотная хорошо сбалансированное вино с оттенками косточковых фруктов цитрусовых дыни имбиря и пряностей древесными тонами в ароматном сложном послевкусии ну и собственно говоря форт нам рекомендует это вино потреблять вместе с морепродуктами птицы с мягкими сырами ну такая достаточно классика жанра ну что ж это был очередной casual обзор из серии 50 оценок белого обзор номер 12 завершается напомню что сегодня это была австралия blend авиания марсан из региона в кларенвале это был дмитрий болотов не забывайте что мы пьем за вас мы пьем для вас всего вам самого хорошего подписывайтесь на наш канал в ютюбе лайкайте нас фейсбуке и инстаграме до свидания чес